Мы с Ликой получили наш заказ из интернет-магазина Василек, и сейчас будем распаковывать. Я заказала себе постельное белье, очень мне понравилось постельное белье, мы как-то заказывали, очень довольна. Вот сколько следочков. Качество. Масочки, следочки. Да, уже, кстати, стирали постельное белье, в принципе, не садится, если стирать, выдерживать, в общем, температуру при стирке, то, в принципе, не садится, мне это понравилось. Заказали следочки. Они капроновые. Это капроновые, да? Да. Белые, телесного цвета, черные и серые. Размер с 37 по 41. Лик, тебе 42 не подойдет. В смысле 42? Почему до 41? Так я же говорю, тебе 42 не подойдет. Нет, шучу, классно. Как раз получается размер такой, знаете, ну... Всем подойдет. Да. Это что? Это твое. Здесь, кстати, смотри, брусики похожи на мои, в которых я сейчас. О, кстати, да, у нас, смотрите, Лика тоже в пижамке от Василька. Ты зимнюю пижаму заказала? Почему зимнюю? Ну смотри. Это красивый пингвиненок. Да, это такой вот пингвиненок. Зимняя, я считаю, это когда прям тепленькая. У меня, кстати, есть теплая. Я недавно ее надела, кстати, столько комплиментов. Многие писали, такая красивая пижама. Помнишь, такая вот утепленная, с начосиком? Белая, с красными. Там в клеточку еще на рукавах, такие как вот вставочки. Вообще крутая пижама. Я как-то замерзла, достала. И потом в комментариях прям многие писали, что очень красивый цвет, рассветка. В клеточку, да, брючки такие, на резиночке здесь. И вот такая вот футболочка. Красивое, это сочетание. Да, хлопок стопроцентный. Я вот заказала себе 46-й. Я заказываю как 44, так и 46. В принципе, мне 44-46 подходит, но просто при стирке все равно бывает чуть-чуть садиться. И как бы пижаму вообще люблю, чтобы были свободные. И девчонкам всегда заказываю на размер больше. В общем, вот такие вот. А еще смотри, здесь впереди короче, сзади подлиннее немножко. Да. Футболочка получается такая, знаете, интересно. Здесь укорочено, а здесь немного длиннее сзади. Такие вот брючки. Брюки без карманов. И брюки тоже заужены. Обожаю, когда брючки слегка заужены. Лика себе заказывает размер 42. Смотри, мне нравится, что здесь летучая мышь рукава. Да, очень классно. У меня майка есть, зелененькая такая, с авокадо тоже. Там не на майке, а здесь футболка. И вот такие вот шортики. Очень такой, знаете, модный принт авокадо. Да. Лика себе и рюкзак заказала с авокадо. В общем, сейчас, знаете, авокадо прямо рулит. Дана вчера тоже приходила в гости к нам. И они тоже заказали сетилену, тоже такую же пижаму с авокадо. Да. Причем мы не знали, да? Да, она пришла в гости. Говорю, мы, по-моему, тоже такую пижаму заказали. Представляете, как классно. Теперь девчонки будут в одинаковых пижамах ходить. Твоя пижамка? Суслики. Суслики. Нет, это не суслики, это кто-то другой. Ну-ка, давай. Ну, я не помню, что. Ой, смотрите, здесь тоже опять руковали. Тут че, мышь, я люблю вот это вот именно. Угу. Костюмчик такой. Лика тоже 42 заказала. Нет, только 42 заказала. Угу. И вот такие рючки. Ой, классно, брючки, смотрите, какие красивые. Ну, здесь мне, кстати, знаете, что нравится? Здесь особо не шнурки, это просто для вида бани. Угу. Тоже на резиночке. И, слушай, классная расцветка такая. Тут у тебя все розовенько-розовенько. Прям красивая расцветка. Авокадо синее. А, ну да. Черное. А, темно-синее, да. Слушай, эти очень классные брючки. Смотрите, снизу они немного... Харьки, наверное. Немного зауженные, не широкие прям такие. Хорошие, очень красивые. Потом посмотрим, померишь обязательно. Смотрите, сверху немного свободные брюки на резиночке. И снизу зауженные брюки. То, что вообще нам с Ликой очень нравится в пижамах. И опять же такой же такой. Да. Это зайки. Они должны были быть мои. Ой, какая мягенькая. Прям такая мягкая пижамка. Ой, это кролик. Или злаяц, кто уж это, я не знаю. Такой вот костюмчик. Такая мягенькая футболочка. Прям вообще классно. Зауженные брюки снизу. Супер. Серые брюки. Брюки в кармашке. Это пижамка 46-го я заказала. Я от каких-то 44-го, какие-то 46-го заказываю. Я и маме свои тоже заказываю. Если пижамы, то беру. Маме вообще беру на два размера больше, чтобы они были более свободные. Мне мама тоже любит пижамы, чтобы они были посвободнее. И сорочки тоже заказывала на размер или на два, не помню. Да, Мусуль? Не, не помню. В общем, когда делаю заказы, тоже больше. И Маланке, кстати, тоже, когда заказывают, сразу на размер больше пижамы. А, это футболка. Помнишь, я черную футболку себе заказала? Да, да. Лике очень нравится черные футболки. в последнее время. Вот такая вот, смотрите, футболочка. А сзади посмотрите. Ух ты, как прикольно. Она удлиненная и разрезанная. Но в любом случае, я буду все равно заправлять ее. Почему? Я люблю заправливать футболки. Ну-ка, переверни. Вот так вот. Слушайте, прикольно, да? Угу. Необычная такая модель футболки. Говорю, Лика что-то в последнее время прям черные футболки полюбила. Вот именно футболки. Да, именно футболки, да. Она вообще офигенная. Просто офигенная. Здесь опять рукава вот такие вот, какие нравятся. Угу. У меня точно такая, точно такая. Слушай, мне показалось, знаешь, что тут это как бы пришито такое. Хотела приподнять. Вот точно такой принт, только розового цвета. Да, 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 да. Я помню твою пижаму розовую. Это буквально, по-моему, позавчера в ней была. Реально очень классная пижама. И вот мы ее стирали уже раза, наверное, три. Она вообще как новая. Здесь тоже карман есть. Это твоя пижама. У меня точно такая есть сорочка. Угу. А у тебя это, по-моему, брючная кофтюма. Если меня не ошибаюсь. Да, здесь футболка. Сейчас смотри, у них, кстати, футболки все стали делать. Они похожи, да, модельки? Потому что реально прикольно смотрится. И брюки. Брюки тоже на резиночке. Здесь просто как бы декоративная такая веревочка. А в эти брюки, да, без кармана. Да, без кармана брючки. Костюм 44 размера. Река себе, кстати, заказывала как-то сорочку такого цвета. Именно точно такую ткань. Брюки на резинке. Такое оно смотрится, да, Лик? Угу. Мне нравится расцветка. Смотрите, вот такую вот пижамку я взяла в подарочек. Она очень мягенькая, тепленькая. Тоже взяла 46 размер. Кофточка, моделька, она как будто туничка. То есть удлиненная модель здесь. Мне кажется, будет круто очень смотреться. Рукав такой необычный, с манжетиком. Рукав не длинный. И как кофточка, так и брючки с начасиком. Да, все классно. Думаю, подарочек будет очень хороший. Также Лика заказала себе платок. Мы уже как-то заказывали. Ой, у нее такое классное качество. Они такие мягенькие. И очень нравятся расцветки. Не сильно яркие. Ну, конечно, выбрать можно более яркие. Но мы только выбираем, что такое. Более такое. Не сильно яркое. Смотрите, какая классная расцветка. Шикарная. Я люблю розовенькое, чтобы было. Ну и серенькое. У меня, кстати, предыдущий платок тоже такого же плана расцветка. Да. Только там кубики, рубики там. Кстати, стопроцентный шелк. Это очень такая яркая футболочка. Вау. Вот такая. Смотрите, макароны Ликина любимые. Конечно же, любимые сладости, да? Да. Желтенькая, Суша, классно. Вот это шортики. А, это шортики, не брюки, тут шортиками, да. И вот такой вот халатик. Слушай, классно, да? Красивая очень расцветка. Халатик, кстати, кармашки есть. Красивая такая, расцветка необычная. Да. Там такой он дледний. И такие вот цвета прям яркие, насыщенные, прикольно. Считание интересно. В общем, шорты. Футболочка, маечка. И халат. Папе прям понравился. Вот этот именно комплект. Прям какой-то вообще классный. Очень красивый цвет. Слушай, мне так нравится. И длина халата классная, удачная, да? Угу. Это я заказала себе, да? Это костюмчик. Да, это костюм. Футболочка такая. Снизу, смотрите, как бы такой манжетик. И брюки. Брюки на манжете. Темно-синего цвета. Тебе на камере кажется черным. Но это темно-синий цвет. На камере стоит такой цвет. Очень мягкий тут хлопок. Прям мягенький-мягенький. Я очень часто, вот многие спрашивали в комментариях, зачем вы столько заказываете, там постельного белья, там еще что-то. Очень часто заказываю в подарки. Потому что, я еще раз повторюсь, качество хорошее. Но мне как бы нравится. Так, сейчас я вам покажу, как я завязываю шарфики. Так, я завязываю. У меня, по крайней мере, этот вид завязывания шарфов очень нравится платком. Точнее, здесь завязываю снизу. На один узелок достаточно. И вот так вот это выглядит. Сверху накинули, допустим, какую-то курточку. Мне нравятся кожаные. И посмотрите, как красиво это выглядит. Шарфики вообще крутые. Так вот это выглядит. Любой наряд можно украсить с помощью таких платков. Получается очень красиво. Я уже, кстати, заказывала и платочки тоже в подарок. Очень довольны. Вот так вот выглядит костюм. Ну, мне понравилось, что здесь, смотрите, манжет. И он очень хорошо как бы смотрится. То есть, получается, кофта не широкая, как я люблю. И в то же время она свободная. Смотрите, вот брючки. Также заказала себе вот такой вот костюм. Футболочка. Хотелось мне именно такого цвета. А еще мне понравилась здесь, смотрите, такая модель. Спущенная как бы рукав на одно плечо. И здесь, смотрите, вот так вот сделано. Вообще круто. Сейчас примерю, посмотрим, как это будет смотреться. Выбрала именно вот такой цвет. Там еще был, если не ошибаюсь, в черном цвете. А с манжетиками здесь, смотрите, вот такой манжет. Карманы. И вот такая декоративная веревочка. Нет? А, нет. Тут не декоративно. Тут затягивается. Смотрите, как красиво выглядит костюм. Очень мне нравится, когда вот такая вот моделька. Смотрите, плечо открыто. Такое такое необычненько. А это я себе заказала костюмчик утепленный. Здесь халатик. И, если не ошибаюсь, такая как сорочка. Сорочка-хлопок. Смотрите, какая красивая рассветочка. Ой, какой он плюшевый, красивый. Нереально мягкий халатик. С такими сердечками. Романтиком, романтиком. Смотрите, какие здесь кармашечки. Халатик на поясе. И вот такая вот сорочка. Красивая. Я уже хочу примерить. Нравится, смотрите, как сделан здесь рукав. С такими вставками. А халат такой мягенький. Он плюшевый, мягкий-мягкий. Кармашки здесь. Когда надеваешь, дома такой халатик. Прям такой уютненько, хорошо. У нас еще на улице сейчас пасмурно. Идет дождик. Сейчас, наверное, подойдет чай. Очень нравится, кстати, длина. Но, смотрите, чуть-чуть совсем выше колена. Заказала постельное белье. Евро 1. Наволочки на молнии заказала. 50 на 70. Там наволочки можно, кстати, выбирать на сайте. Это перкаль. Постельное белье. Сейчас хочу застелить постель. И посмотрим, как это все выглядит. Очень люблю вообще, когда наволочки на молнии. Здесь простынка получается. Тоже белая с перьями. И также наволочки. Две наволочки 50 на 70. И пододеяльник. Достаточно длинная молния. Удобно заправлять. Идеяло в пододеяльник. И ткань, кстати, очень плотная, хорошая. Такой вот комплект постельного белья. Такие следочки с нескользящим дизайном. Я, наверное, еще подарю маме. Вот мне мама тоже как бы очень нравится. Я привозила и полотенца в подарок. Прямо она довольна тоже осталась. Смотрите, серый. Очень много вот именно бежевых. Но они, мне кажется, самые популярные. Цвета. Да, бежевые. Их не так видела я. Не так касается. Да, да. Очень удобно еще, кстати, мы заказывали тоже на сайте. Такие, знаете, полотенца для ног. Нарисованы лапки, как-то показывала. Настолько вот они удобные. Мы раньше как-то не заказывали такие полотенца. Но когда вот отдыхали в отеле, и вот такие полотенца, полотенца для ног выдают. Только это удобно, знаете, вот из ванной, когда выходишь, кино вот такое полотенце. И чтобы не, допустим, не на кафе, не на пол, да, становиться. То есть холодно, например. Да даже не холодно, Милан. Но вы когда в отеле отдыхали, не холодно особо. Но там тоже как бы кафель. И все равно удобно из ванной, когда выходишь, не на голый пол, а на такое полотенце для ног. Буду заваривать чай. И ногти, наверное, все же буду делать завтра. Наверное, оставлю тоже такую же форму, не дали видную. Пока мне она больше нравится.